здравия дорогие друзья мы продолжаем с вами нашей беседы и сегодня мы поговорим об одной очень интересной теме о физиологии мышления оказывается можно тренировать не только наши мышцы но можно делать производить некоторые структурные изменения нашей нейронной сети что будет определять различные аспекты нашего поведения основное отличие человека от животных это то что у животных нет отвлеченного мышления поэтому у них стрессы не вызывают сильных физиологических изменений если стрессы не повторяются регулярно вот если животное страдает регулярно мучиться то и происходит как раз вот эта триада которую как известно определил ган селе изучающих лабораторных мышей когда три основные закономерности возникают у подопытных в первое это появление язв по всему желудочно-кишечному тракту второе это уменьшение тимуса вилочковой железы и третье увеличение коры надпочечников без увеличения мозгового слоя и вот эта триада она характерна вот именно при часто повторяющимся очень сильным стрессом весь это часто и долго то соответственно это может привести гибели животным у людей подобные состояния могут возникнуть от гораздо более редких стрессовых воздействий вот именно потому что люди способны переживать вспоминать и по новой переживать одно и то же событие десятки и сотни раз а еще павлов доказал что переживание события имеет такие же самые функциональные последствия точно также влияет на организм как и само событие животное не переживает собаку пнули она не будет там целый день или два дня думать об этом пинке она не забывает практически сразу же увидит обидчика до зарыщит может кинется не на него облает но вспоминать о нем она она не будет у людей такой защиты к сожалению нет багаж всех своих неприятных переживаний мы обычно тащим за собой да еще и регулярно освежаем эти воспоминания разве разрушая свою психику но как я сказал об это от этого можно в принципе и избавиться дело в том что каждое наше неприятное переживание несет в себе какой-то физиологический отклик вот помните песня круга опять защемит грудь и в душу лезет грусть так вот здесь как раз ключевые ключевая фраза защемит грудь любое наше перевели переживание и воспоминание об этом переживании сопровождается определенными физиологическими проявлениями защемит грудь там может быть стало сухо во рту может зачесаться какой-то участок передерги передернули плечами может быть вообще любая непредсказуемая непрогнозируемой реакции которая вызывает при определяет всегда будет вызываться при воспоминании определенного неприятнее неприятного переживания и вот с этими физиологическими проявления проявлениями можно работать и методика этого существует не просто теоретически объяснили что у нас существует согласование и рассогласование это была такая теоретическая часть согласование это такая ситуация когда ожидаемые параметры результата совпадают с реальными параметрами и все это ведет формирование положительных эмоций а вот любое несовпадение ожидаемых параметров с реальными называется как раз раз согласованием и это ведет формированию негативных отрицательных эмоций и у У нас существует четыре типа рассогласования. Первое – это рассогласование первого типа. Это когда другой человек ведет себя не так, как мы ожидаем. И, скажем так, более просто это можно назвать переживанием чувства обиды. Вас обхамили на улице, на вас не обратили внимания. То есть когда другой человек делает что-то неожиданное, чего вы не ожидаете, для вас плохое, это как раз и является рассогласованием первого типа. Рассогласование второго типа – мы сами ведем себя не так, как от нас этого ожидают другие. И ассоциируется это с чувством вины. Как в школе получил двойку, расстроил маму, чувствовал вины перед мамой. Что-то сделал такое, что уважаемый человек, который является для вас авторитетом, расстроился. Вы испытываете перед ним чувство вины. Рассогласование третьего типа – это когда наши собственные поступки не соответствуют нашим ожиданиям. И это называется чувство стыда. То есть когда вы поступили не так, как должны были. Одно из самых сильных таких ярких рассогласований, которые чаще всего по практике встречаются у различных людей. И рассогласование четвертого типа – это просто ожидание неприятных переживаний, которые могут быть вызваны одним из вышеперечисленных трех рассогласований. Каким же образом у нас происходит занятие и борьба с рассогласованием? Но прежде чем я расскажу про нее, я хотел бы сейчас сделать некоторый экскурс в биологию. Потому что, как я говорил еще во вступлении, мы рассматриваем все именно с позиции биологии, с позиции тех морфологических изменений, которые происходят в нашем организме, и которые, соответственно, и определяют такие-либо функции. Помните, да, что без морфологии изменение функции просто-напросто невозможно. И для этого мы должны представить, что же собой представляет наша нервная система. Как мы видим, нервная система имеет две части. Это центральная нервная система, которая представляет собой головной мозг и спиной мозг, и периферическая, включающая в себя все остальное. Нервная клетка, еще она называется нейрон. Это и есть единица структурная нашей нервной системы. В головном мозге человека насчитывается порядка 85 миллиардов нейронов. Нейрон состоит из трех частей. Это тело нейрона, длинный выходящий отросток, который называется аксоном. От него поступают выходящие команды. И от тела нейрона отходит несколько более коротких отростков, которые называются дендриты. Это принимающие информацию каналы. Дендритам принадлежит 80-90% общего объема поверхности нейрона. И на каждом из дендритов есть такие боковые ответвления, боковые выросты, которые называются шипики. И вот этим шипикам и принадлежит ведущая роль как в процессе мышления, так в процессе запоминания, так и в процессе формирования различных двигательных навыков. Люди давно пытались понять, каким же образом у них происходит мышление. Долгое время считалось, что все процессы происходят в коре головного мозга, передаются от клетки клетки. И только в 20-х годах прошлого столетия знаменитый испанский ученый Сантьяго Рамон и Кахалем придумал так называемую нейронную теорию, в которой каждая нервная клетка могла соединяться через дендриты и аксоны с другими нервными клетками, образуя единую нейронную сеть. Вот на слайде вы видите, что собой представляет эта сеть. Один нейрон может через свои нервные связи, которые называются синапсом, реагировать и воздействовать с 20 тысячами других нейронов. Так вот, современные понятия о формировании памяти сейчас напрямую связаны вот с этими самыми молодыми образованиями, которые называются шипиками. Эти шипики у нас постоянно, даже в течение суток, появляются, исчезают, соединяются с другими шипиками, разрывают свое соединение. Это самая молодая и самая подвижная структура клетки. Разобраться, как происходят новые запоминания, помогли соответствующие исследования. И Вэнь Бяугань и его сотрудники из Нью-Йоркского университета использовали в своих опытах генно-модифицированных мышей. У данных мышей некоторые нейроны коры головного мозга производили желтый флуоресцирующий белок. И это позволяло вести наблюдение за процессами, проходящими в них в мозгу, без вскрытия черепа при помощи двухфотонного лазерного микроскопа. И вот, как вы видите на этом слайде, мышей обучали бегу по вращающемуся цилиндру. Это трюк, который, безусловно, требует определенного навыка. И, как зафиксировали ученых, что у тех мышей, которые проходили обучение, на 7% больше появилось новых шипиков. А мы учитываем, что каждая нервная клетка имеет 4000 шипиков, а в мозгу у нас миллиарды нервных клеток. Кроме того, ученые засекли такой факт, что при продолжении однообразных движений рост дальнейших шипиков прекращался. Как только зверек овладевал определенным навыком, у него формировались новые шипико-шипиковые связи, дальнейший рост шипиков останавливался. Он был уже не нужен. Нужные пути были сформированы, и, соответственно, по ним информация уже спокойно проходила. Появление шипика само по себе говорит, что в этом месте нейрон готов создать другим нейроном синапс, то есть контакт, по которому ибо они будут обмениваться информацией. Таким образом и образуются эти нейронные цепи, и каждый двигательный навык образует достаточно большое количество этих связей. Например, у данных мышей обучения бегу по цилиндру потребовало образование порядка одного миллиона новых шипико-шипиковых связей. Так вот, в нашей повседневной жизни у нас постоянно, практически каждую секунду, образуются какие-то новые шипико-шипиковые связи, на которых и приходится наша кратковременная память. Эта память, эти связи очень быстро распадаются. Если не повторяются, то есть если через них не проходит электрический ток повторно, то все это не переходит в разряд промежуточный, а уж тем более в разряд долговременной памяти. И, соответственно, поэтому большую часть информации, с которой мы сталкиваемся в течение дня, мы благополучно забываем. Но наиболее сильную информацию, она у нас уже, скажем так, становится очень такой весомой, избавиться от нее подчас бывает сложно. Дело в том, что лестный ток постоянно проходит через шипиковые соединения, а мы знаем, что наши нервные клетки посылают свои импульсы, схожие по структуре с электрическими импульсами. Так вот, при регулярном прохождении импульса через определенные шипиковые соединения, шипики начинают уплощаться и расширяться. Соответственно, дендриты разных клеток притягиваются друг к другу, и рядом образуются новые шипико-шипиковые соединения. То есть данный путь, данная цепь становится более, скажем так, сильной. Каждое двигательное действие, которое мы умеем выполнять, ездить на велосипеде, ездить на коньках, оно обусловлено как раз определенному количеству, миллиону или больше миллиона, шипиковых связей, которые могут разрушиться, а некоторые, которые мы особо долго использовали, остаются с нами на всю жизнь. Но даже эти шипиковые связи, оказывается, можно удалить. И специалисты Института поведения в своих опытах добивались того, что разучивали людей ездить на велосипеде. То есть, казалось бы, навык, как и плавание, ездить на велосипеде, это то, что если он с детства научился, погонял одно время, то остается на всю жизнь. Оказалось, нет. Оказалось, используя определенные методики, можно разрушить данные шипиковые связи и полностью потерять от навык. Это не значит, что потом нельзя научиться ездить снова. Это возможно. Но начинать учиться придется с нуля. Ничего в памяти из того, что могло бы помочь обучению, не сохранится. Данная тема стала популярна и в кинематографе. Можно вспомнить, например, оскароносный фильм Мишеля Гондри «Вечное сияние чистого разума», где в специальной фирме у людей стирали ненужные им воспоминания. Или наоборот, вспомнить фильм «Боевик» с Арнольдом Шварценеггером «Вспомнить все». Или вот новую версию данного фильма уже с Кольным Фаррелом в главной роли. По сюжету фильма здесь, наоборот, человеку насаждают в те воспоминания, которых у него не было. И надо сказать, что современные методики делают это совсем не фантастическим, а вполне реальным вариантом. То есть мы можем, ведь мы помним, что представление о событии имеет такое же физиологическое значение, как и само событие. То есть мы можем представить себе то, чего не было, сформировать определенные шипиковые связи, и они будут хранить уже новую память, хранить то, чего не было. Но об этом поговорим чуть попозже. В нашем случае мы должны понять, что вот эти вот шипиковые соединения и прочность этих соединений и формируют наше поведение, нашу реакцию, наше мышление. Известно, что большинство неприятных переживаний мы несем с собой с самого детства. То есть, будучи первоклассником, обидел какой-то старшеклассник, унизил как-то. И вот это оставшееся в детском разуме рассогласование, бывает, человек проносит чуть ли не до старости. Потому что тогда, когда это было все свежо, когда это было ярко, бедный ребенок переживал и много-много раз вспоминал это событие. И там образовались уже такие прочные шипиковые соединения. Этот человек постоянно возвращался к ним просто при любом намеке на данную ситуацию, увидев любой предмет, который был каким-то образом там задействован, и делал эти связи еще более сильными, еще более прочными. Итак, на примере рассогласования первого типа, который, как вы помните, характеризуется чувством обиды. То есть, когда другое лицо ведет себя не так, не оправдывает ваших ожиданий. Продавщица в магазине расстроила. Вы подошли, а она там сидела, эти смски набирала, не обращала на вас внимания, да еще и на хамеру, когда вы просили обратить внимание на вас. То есть, ситуация бытовая, кто-то ее пропускает абсолютно мимо сознания, а кто-то, наоборот, вот это вот чувство обиды начинает у него вызывать злость. Вот он вышел, опять вспомнил, как на него не среагировали, вот она какая берзавка, ведь еще и обхамила, а потом еще раз вспомнил, еще раз вспомнил, и в течение дня, получается, его уже несколько раз обхамили, несколько раз он уже испытал данную неприятную эмоцию. Как это убирается? Нужно на бумаге. Полную версию программы смотрите на Славмир ТВ. Ссылка в описании.